Если песни и танцы это душа народа, то накануне Дня города фольклорные ансамбли поговорили по душам. Фестиваль самоцветы в девятый раз собрал в Курской филармонии сапфиры и топазы из России и зарубежья. Все вместе бусинки и стулы Владимира Воронежа Курска собираются в роскошную диадему русского народного творчества. Даша уверена, прикоснувшись к этому богатству, человек преображается, становится добрее. Когда занимаешься тем, чем занимались люди давно-давно, танцевали именно такие танцы, пели именно такие песни, то это как-то сближает. Резкими и стремительными па ворвались на сцену гости Северной Осетии. Фольклор это модно, утверждает Тимбалат. Танцами увлекаются почти все его друзья. Мы исполняем танец мужчин, горский, абрекский танец. Это раньше его танцевали при сражениях. За девять лет в россыпи курских самоцветов более сотни коллективов, а это две тысячи человек, в том числе из Польши, Украины, Германии, Черногории. Курск в этом многоцветии никогда не выглядел бледно, отмечают постоянные слушатели. Я очень люблю наше народное творчество, я люблю наши коллективы, а тем более у нас в Курской области, они просто необыкновенные. Я думаю, что все, кто приезжает, мы должны гордиться перед нашими гостями тем, что мы имеем. В этом году в фестивале участвуют 12 коллективов. Самый верный из них ансамбль «Вишенка». В составе самоцветов все 9 лет. Ангелина Рязанцева, Антон Латышев, Телеканал СЕИМ.